Никита и Диана Журавель вместе с дочкой регулярно ходят в храмы около парка Экоберик. В храме Никита служит по наварям уже 12 лет. Он помогает священнику вести службу. А Диана вместе с дочкой Сони приходит на каждое богослужение. Сейчас молебны проходят в маленьком деревянном храме, но несколько лет назад рядом с ним начали строить большую каменную церковь. Часть души лежит к этому храму, поэтому, конечно, на такие исторические события всегда собираешься, приходишь. Сейчас сегодня день не исключения, но все семьей собрались посмотреть, как попола ставят, кресты подружают. Радость какая-то на душе. Все-таки радостных событий не так много бывает в жизни. Такие всегда надо, конечно, засвидетельствовать. Возведение храма началось еще 5 лет назад. Стройка идет за счет пожертвований, поэтому быстро застроить храм не получается. В этом году планируют закрыть крышу, а в следующем аштукатурить стены и установить двери. Храм верхний однопрестольный, вмещает 200 человек. Нижний храм также вмещает около 200 человек. Здесь еще есть внизу помещение большой, 6-метровый потолки, который позволяет, собственно, создать крестильный храм во имя Сергия Радонежского. Медные купола изготавливали прямо во дворе храма. Готовы они были еще в прошлом году, но из-за пандемии установить их не удалось. Когда пришло время возводить купола, десятки прихожан собрались, чтобы посмотреть на этот процесс. Многие от радости с трудом сдерживали слезы. Я просто не такая радость, что у меня все же тело дрожит. Я готова всех обнять и расслабить таким праздником. С помощью подъемного крана рабочие устанавливают купол на крышу храма. Маленький весит 600 килограммов, а большой около 3 тонн. Работа ювелирная, ведь нужно опустить купол четко на подготовленную площадку. После монтажа большого купола рабочие начали поднимать крест. Установка креста – самая сложная часть монтажных работ. Нужно тонким основанием попасть в небольшое отверстие в куполе. И все это на высоте 40 метров и практически вслепую. Порывистый ветер раскачивал крест, и рабочие не могли попасть в нужное отверстие. Потребовалось больше трех часов и десятки попыток, чтобы крест наконец-то занял свое место. Район наш разрастается, прихожан становится очень много. Поэтому мы ждем с нетерпением, как говорится. Хочется, чтобы побыстрее мы построили. Ну, естественно, может быть, найдется какой-то меценат, который нам поможет достроить наш храм. Пока новая церковь строится, прихожанам приходится ютиться в маленьком деревянном храме, который вмещает не больше 40 человек. А на воскресные и праздничные службы приходят несколько сотен прихожан. Одних детей, наверное, под 40 человек приходят. Большие такие вот очереди на причастие идут. Вот. Очень много. Ну, вот, представляете, вот вся эта площадь занята людьми. И в храме полный, и здесь тоже. И с боков стоят. Вот. Наверное, очень много. Чтобы закончить строительство, прихожанам нужно собрать еще 12 миллионов рублей. И это без учета стоимости колоколов и росписи. Но они верят, что достроить храм получится в ближайшее время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!